друзья всем привет сегодня мы будем рисовать зимний пейзаж у меня приготовлен альбомный лист и мы начнем мы будем рисовать сразу без карандаша будем сразу красочками и так возьмем возьмем цвета какие-то такие холодные до зимние ну допустим какие-то голубые сверху вот здесь вот помажем синие какие-то можно фиолетовых добавить оттенков где-то у нас вот здесь вот будет заканчиваться фон и все это мы размазываем с белой красочкой к горизонту будет светлее просто размазываем произвольно к верху будет темнее к низу светлее лист у меня закреплен малярным скотчем чтобы не двигался когда мы так размашисто красим и все растираем так как мы будем рисовать зимнее дерево то фон нам нужно чтобы был такой не сильно светлый потому что дерево будет вы не но все же к горизонту мы прям вот хорошо высветляем добавляем каких-то голубоватых оттенков не слишком сейчас сиреневый какой-то получился мне это не слишком нравится поэтому я добавляю еще голубых оттенков вот примерно так думаю достаточно земля покрыта снегом но мы понимаем да что там где тень будет темнее где свет светлее значит мы от горизонта сделаем от горизонтика мы сделаем чуть-чуть вот так вот чуть-чуть вот здесь вот цвет будет падать но в основном дальше будет тень тень будет тоже какого-то голубого но отличающийся вот от нашего фона будем делать что-то синие серые сини серые так много жила будем белый добавлять белый и теперь вот так вот закрасим сюда и передний план будет светлее можно даже немножко сюда добавить каких-то тоже голубой но допустим какой-нибудь зеленоватый что не занят голубой все-таки еще горизонт фона так как у нас сейчас почти сливается высветляем возьмем щетиновую кисть наведем в палитре для дали дай такая будет дать до для дали какой-нибудь серовато зеленоватый цвет коричневато что-то такое серо-бурмалиновое естественно мы это смешиваем с белым немножко добавлю оранжевого сюда чтобы серый такой был так и значит беру щетиновую кисть она лучше всего подходит делать какие-то неровности и у нас будет так вот начинаем здесь немножко такими примакивающими движениями здесь наметим естественно горизонту тут это мы красим и здесь у нас по горизонту будет у нас все таки будет ближе вот здесь вот какие-то кустики мы их наметим они вот здесь вот будут ближе так впереди здесь будет еще какой-то куст его можно сделать темнее чуть-чуть делаем так теперь нам нужно сделать какие-то еще оттенки на этом я думаю что наверное надо сделать теперь посветлее это в этот же цвет добавляем просто делать будем светлее немножко и какие-то делаем еще наверно светлее даже с какими-то я наверное голубыми нотками так как темную сделан теперь разбавляю это все белым так не сильно высветлилась значит надо еще особенно по верхушкам мы высветляем потому что обычная наверху деревья высветляются до воды цвет сверху на этих кустиках тоже по верхушкам проходимся где-то может и внизу много на переднем вот этим деревце нам надо сделать теперь возьмем кисточку и нам нужно сделать там вдали какие-то типа стволы что ли они будут темнее чем кое-кде делаем может быть это видны веточки и здесь впереди получается еще значит темнее мы добавляем еще черненького здесь это проглядываются где-то не видны веточка где-то кустики идут они вне деревья да поэтому видны какие-то стволы здесь у нас еще ближе куст значит мы его еще добавляем черного делаем его еще более темный и здесь потолше будут уже стволы видны но у нас как получается он просто выходит за не видно и мы все это дерево но вот откуда-то и отсюда выходит то ли куст то ли дерево будет вот так оно у нас сейчас практически такое же как и дальние поэтому еще добавим цвета у меня добавляю коричневый и черный более темный цвет чтобы добавить тень вот на этом стволе вот теперь темнее но и свету нужно на черта добавить беру беленькой с той стороны где свет добавляю так можно еще взять можно еще взять кисточку ой цвет делаем опять свет еще совсем светлый светлее чтобы нам сделать верхушку переднего куста это мы кладем белую в палитру это мы кладем белую в палитру чуть-чуть берем этого серого чтобы он не чисто белый был но все таки уже такой посветлее и вот здесь вот верхушечку переднего вот этого дерева мы немножечко высветляем то есть чтобы оно вышло немножко сюда вперед и еще светлее беру белую белая вот прям вот на самые верхушечки ловились так так хорошо если что мы потом еще добавим света так а сейчас нарисуем основное дерево на переднем плане оно будет самое темное не прям посередине немножко его сместим вот сюда это будет коричневая коричневый цвет с черненьким чтобы не был прям коричневый коричневый чуть-чуть добавляю туда серого чуть-чуть чтобы поплотнее краска была и рисуем дерево рисовываем какой-то ствол еще один наклон рисуем рядом еще один ствол вид и нарисуем рядом Ветки. 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 веточки, потому что они будут проглядываться сквозь инии. К низу ствол можно сделать чуть темнее, поэтому я добавляю еще черный. За этим деревом еще какое-то будет небольшое молодую деревце. Можно его сделать посветлее. Так, стволы нарисовали. Теперь нам нужно сделать вот это дерево заснеженным в инии. Для этого нам нужна, опять же, будет щетиновая кисточка. Мы берем сначала вот этот вот светлый серый. Можно сюда добавить немножко синего. Он должен быть, этот серый должен быть светлее, чем фон. Поэтому нужно навести именно такой. И мы будем сначала, чтобы на кисти не оставалось много краски, мы на картонке эту краску вот так вот размазываем. и потом начинаем. Сначала поверху вот этих вот веточек, где-то между веточками, немного на дерево попадает. Мы такой вот делаем опушечку вокруг. определим, где у нас вот это вот будет крона. крона этого дерева и примакиваем. Так как это будет дерево сильно заснеженное, то мы не боимся побольше здесь примакивать и заполнять. пространство. Примерно мы сделали общую такую картину. Теперь нам нужно делать на дереве светлее цвет. мы берем белый, чуть-чуть синенькой, чуть-чуть синенькой или голубой. то есть мы сделали еще светлее тон. И теперь поверху будем добавлять цвета. где-то нигде угодно, а примерно поверху каких-то веточек, чтобы это получалось. веточки синенькой, чуть-чуть синенькой. веточки синенькой, чуть-чуть синенькой. И теперь мы будем добавлять цветной, чтобы вы не поменяли. так и еще светлее прям наверное будем теперь белым делать берем белую краску 3 то самый светлый мы добавляем уже такими ярусами уже на веточке ну примерно это делается интуитивно выводя дерево на передний план вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На тех веточках, которые сейчас у нас совсем практически не видно стало веточек, можно где-то докрасить, добавить, чтобы было видно. Допустим, какие-то веточки, чтобы было видно. Продолжение следует... Вот и на них можно тоже добавить белых снега белого. Продолжение следует... Так, теперь нам нужно добавить на сугробики немного тоже подчеркнуть их. Значит, вот здесь вот по грани мы сделаем потемнее у основания, чтобы получилось снег светлее, основание вот здесь вот темнее. Продолжение следует... Берем кисточку... Берем белую красочку... Вот здесь... Вот здесь... Синюю берем... Синюю берем... Синюю берем... Синюм... Скоро... Синюм... Синяя... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас мы немножко поправляем это дело... Как мы это поправляем, мы берем белую и высветляем по грани, где у нас и листочек этот тоже должно быть светлее. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Можно было не делать этого, потому что очень сложно потом... Подобрать... То, что... Ну, к фону... Поэтому сейчас немножко мне приходится здесь подгонять. Придется, наверное, еще раз из-за этого... Продолжение следует... Так... Так... Сделаем тот височек... Такой просвет... Так... 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 деревья нужно будет усилить еще больше контраста поэтому возьмем черный прям и в тенечке усилим вот тут тоже деревья которые у кустика можно чуть-чуть подрисовать внизу хотя бы так на веточки положим белую снежок сейчас сильно выбивается вот этот вот сугроб его нужно будет на немного приглушить мы берем синий немножко его приглушим вот и здесь у нас будут какие-то травинки впереди мы их тоже нарисуем коричневатые потом белый белый именно их какой-нибудь нарисуем так во первых там уже где дерево сильно толстые получаются ну ладно каким там наметим травинки теперь их белым сделаем по ним же нарисуем так и теперь нам нужно щетиновой кисточкой белой красочкой припушить эти травинки вот и ложечка их здесь вот и вот и так Ну что-то такое. Так, думаю, что... А, ну я хотела ещё немножко добавить светлого поверх тех деревьев дальних. И кустика вот здесь. Вот здесь. Елочка. Вот здесь. 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 Всё. Убираем. Иначе я не остановлюсь. убираем скотч малярный и смотрим что получилось вот такая вот получилась зимняя картина если понравился вам урок то ставьте лайк комментируйте что вам понравилось что не понравилось и до встречи на следующем мастер-классе а сейчас пока пока а